В постоянном представительстве республики при президенте России поздравили солдат, которые служат в Москве и Подмосковье. Около ста военнослужащих смогли пообщаться с родными и близкими по видеосвязи. Пользуясь случаем, соотечественники обменивались поздравлениями, признавались в любви и даже предлагали руку и сердце. Евгений Ракин подробнее. Я тебя поздравляю, жду тебя. Как только вернешься, сразу все с тобой отметим, все праздники, что пропустили. Но ты знаешь, что я жду тебя, верю в тебя и очень сильно горжусь. Встреча с близкими и родными, пусть даже в виртуальном пространстве, пожалуй, самый дорогой и желанный подарок для солдат-срочников из Коми. Такую уникальную возможность предоставили для наших земляков в московском представительстве Коми. В республике Коми давно уже не были. Очень хотим дома побывать. Ну хоть здесь что-нибудь увидим о родной земле. Очень рад, что сегодня пригласили сюда. Увиделся с земляками, очень нравится служить дивизии Дзержинского. Офицеры хорошие у нас, никто не обижает, все хорошо. На торжественную встречу прибыли более ста военнослужащих, но лишь десятая часть из них смогла лично передать привет любимым. А кое-кто, не желая упускать такой шанс, даже сделал предложение будущей невесте. Я не ожидала вообще даже. Мы об этом не разговаривали, мы об этом даже не думали. И что бы вы ответили? Я ему это лично отвечу, я не буду говорить так. Мама тоже немного в растерянности, но за сына Алексея Попова рада. Все-таки настоящего мужчину вырастила. Главное теперь дождаться. Немножко волнуюсь, да, сдерживаю слезы, потому что он вообще не любит, когда я плачу. Сдерживаюсь, немножко нервничаю, потому что это новшество в нашей судьбе, как говорится. Ждем, любим, надеемся, что вернется в целости, в сохранности. А вот Татьяне Юсифовой посчастливилась вдвойне. У нее в армии два сына, Юлиан и Даниил. Причем оба служат плечом к плечу. Охраняют порядок на улицах Москвы и в столичном метро. Своим детям Татьяна пожелала скорейшего возвращения домой. В армию они очень хотели. Прямо у них стремление такое было, желание большое. Никаких, чтобы они очень боялись, чтобы никаких там медотводов, не дай бог, было. Чтобы никакой отсрочки, ничего. Вот. Ну попали они в хорошую часть, служится им хорошо, они довольные. А призывников из Коми ценят, даже в элитных войсках. Во время ежегодных поездок по воинским частям в этом убеждается и руководство региона. Вячеслав Гайзер лично проверяет, в каких условиях приходится служить срочником республики. В Косковской дивизии, когда мы приехали, там было всего 40 человек. И командиры говорили, очень хорошо ребята служат, можно ли увеличить призыв. В этом году у нас 150 служат. И большая очередь. Наши ребята крепкие, понимающие службу, имеющие ответственность. Такие, в общем, нормальные солдаты. И офицеры ценят это. К сожалению, телемост не смог связать всех желающих. В надежде увидеть родные лица, в Сыктывкаре собралось более 50 матерей. Кое-кто приехал из дальних районов. Однако, некоторые солдаты приехать навстречу не смогли. Что поделаешь, служба. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрген.